Сама идея этого проекта, не случайно назывался «Театр без театра», заключалась в том, чтобы сфокусировать внимание публики, я бы так сказал, и художественной публики на такой профессии, которая чрезвычайно важна для театра, но очень редко отмечается как что-то отдельное. Мы всегда всё равно говорим, концепция режиссёра, артисты сыграли, и вот этот мир, который создаёт художник и создаёт, по-моему, у нас замечательная совершенно плеяда разного возраста прекрасных художников и великие традиции сценографические, то не случайно, повторю, возникло название «Театр без театра», потому что первая идея проекта была как бы показать неосуществлённое и неосуществимое, где художник, сценограф представлял проекты, какие-то свои невоплощённые замыслы, может быть, или какие-то идеи, которые пластические, которые он мог опробовать, да, ну то есть это было то, что ещё не имело реализации. Ход был «Театр без театра» – это то, что на самом деле в сознании художника и сценографа театр этот создаётся постоянно. Потом эта идея стала уточняться, и разные выставки в разные годы мы проводили, в основном проводили выставки коллективные. Мы в последние годы всё больше и больше стали сосредотачиваться на том, что в этом проекте, может, если первые проекты – это было там 30 художников, например, да, или мы там делали. Очень интересный, по-моему, был проект, который связан был с театральным костюмом и с костюмом моды, который мы делали вместе с замечательной Ириной Данилевской, да, вместе с Лёшей Залевским. Один из последних проектов таких был, который я называл и с первого раза очень хотел осуществить, он назывался «Сам себе режиссёр». То есть это были наши художники, сценографы, которые одновременно реализуются как режиссёры. Там была и покойная Лена Богатырёва, и Серёжа Маслобойщиков, и Богдан Полищук. То есть с разных точек зрения мы хотели показать, насколько эта профессия важна. Ну, то есть, повторю, возникло оно спонтанно, возникло почти случайно, возникло как просто фантазия, и мы эту выставку сделали. А потом показалось, что почему бы это не продолжать. И вот я говорю, но длится уже больше 10 лет эта история. Я думаю, это, конечно, не связано с нашей выставкой, но мне кажется, что хотя бы капелька какая-то вот на это сознание наше театральное всё-таки влияло. И сейчас сценограф больше оказывается в фокусе внимания театральном, чем раньше. Ну, скажем, у нас есть риеналии, да, сценографические, есть квадриеналии, которые сейчас вот во Львове делают Олег Анищук и Богдан Полищук. Значит, это всё, какие-то стали появляться выставки отдельные, где, 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 где работает сценограф, как показывает не только себя, как живописца, например, как Андрей Александрович, он это делает, но именно как художника представляет то, что делал Саша Белозуб, скажем, тоже вот такого рода выставки. Поэтому в каком-то смысле для меня внутренний этот проект в каком-то смысле завершён, потому что организовать это всегда организовывалось, как ты догадываешься, ну, на абсолютном энтузиазме нас, как кураторов и художников. Понятно, что это сами художники, в принципе, вкладывали в то, чтобы это показать работу. Тем не менее, это казалось интересным и казалось правильным. И вот этот последний проект, который, ну, будем говорить, может, и не последний, но, в принципе, для меня он важен, он как бы вообще вроде бы не связан с тем, что это театр без театра, да, это как раз реализованный замысел. Другое дело, что он тут развернут этот замысел в нескольких плоскостях, его поддерживает там объект какой-то, например, и много живописи Фёдора. Но на самом деле для меня очень важный был выбор того, что мы раньше представляли целые декорации иногда, или большие фрагменты декорации. В этом смысле у нас был, конечно, особый такой выставочный шик, да, что мы выставляли договаривались с театрами. И иногда, хоть это был небольшой срок, но это могла быть целая декорация, например, Цев Саванна из театра Франко, или там большая декорация Дон Джоанна, или объекты Володи Карашевского. То есть идея эта была давно, но теперь вот как бы в этом проекте, который в каком-то смысле для меня завершающий, выставлялся один художник, и выставляется непосредственно декорация спектакля. И поскольку этот спектакль очень особый, этот контакт-лайн, то для меня это как бы идея театра без театра, когда театр непосредственно пытается пробить дыру в действительности. Пусть это звучит несколько там патетично и может быть там немножко гиперболизировано, но на самом деле это так. Потому что если бы, может быть, не тема этого спектакля, а тут очень важно, что это спектакль, который говорит о сегодняшнем дне, рассказывает о Донбассе и рассказывает голосами детей, подростков, которые живут на Донбассе. И непосредственно на своих глазах, на своих ранах иногда, на гибели каких-то близких, они узнали, что такое война, о которой общество, конечно, знает, но как бы привыкло, но что-то там где-то стреляют, где-то какие-то репортажи каждый день нам говорят, какие-то сводки, кто там погиб или не дай бог там, или там ранен, или опять эти обстрелы и все. Но реально мы живем от этого далеко. Потому что для меня принципиально были вот в этом проекте, и я очень благодарен Федору, очень талантливому, по-моему, нашему сценографу Федору Александровичу, что тут вот это все как бы сильно совпало. Потому что у него как раз, как у художника и автора этой декорации, и режиссера этого спектакля, эта гражданственность выше, чем у меня, возможно. То есть я все равно обыватель из этого города. Они это прожили непосредственно. И оно, мне кажется, отражено в этом объекте. Ну то есть даже вот этот простреленный как бы металл, он тоже оттуда. Вот потому вот такой проект, я считаю, что он, в общем, очень важен, и мы хотим какие-то дискуссии провести внутри него. Но вот это театр без театра, который театр внедряется в жизнь. Продолжение следует...